Я долгое время работала в зоомагазине, и при зоомагазине был небольшой кабинет, в котором работал грумер. Мне очень понравился результат того, как вот приходит к грумеру собака, вся такая нечесаная, не мытая, страшненькая, дворняшка какая-то, и выходит оттуда с красивым бантиком, улыбается, хозяйка довольна. Я училась сначала на помощника, а потом уже в процессе работы училась на мастера. Примерно отработав год в этом салоне, мы с Евгением решили, что пора идти в свободное плавание. Мы работали с напарницей в другом салоне, мы работали, грубо говоря, на тете. И когда условия работы нас перестали устраивать, мы решили, что нужно заниматься своим. Сомнений, собственно говоря, в общем-то и не было. Было понимание того, что на какой-то момент финансово будет тяжело. Для начала заказали, обзавелись оборудованием. Самые большие проблемы, это, наверное, ремонт. Все, больше никаких проблем. Спрос большой. Это стрижки, экспресс-линки, то есть вычесывание. Стрижки есть гигиенические, то есть это просто лапочки, ушки оформить, там, допустим, щеночку. Есть стрижки модельные любого варианта какой. То есть хозяин хочет круглую голову, будет круглая голова. Хочет квадратную голову, пожалуйста. Полный комплекс слуг, уходы за животными. В среднем у нас в день по 4-5 собак. Ну, то есть на собаку в среднем уходит около двух часов, то есть, грубо говоря, расписан весь день. Ты уже по глазам начинаешь понимать, от чего у собаки агрессия. Она сама по себе такая, или это просто страх. Опаснее с кошками. 90% травм от кошек. С кошками по одному мы не работаем. Есть опыт у нас такой, когда мы работали на тетю, мы работали по одиночке с кошками. Мы были по локти все искусственные, изодранные. И даже шрамы на лице вот есть. Есть способы как-то примириться, есть способ договориться. Но с собаками, да, с кошками договориться невозможно. Поэтому ты максимально быстро за 20 минут его подстриг и отправил домой. Все были немножечко напуганы, все сидели дома, все боялись выходить, все боялись контактов с другими. И, может быть, первый месяц было поменьше народу. А так, ну, можно сказать, даже не сказалось никак на нас пандемия. Житейский совет — это устроиться именно помощником. Идти в салон на обучение с условием того, что вас возьмут помощники после обучения. Тогда вы будете крутым мастером. Это 100% моего времени. Для меня это не работа. Есть такое выражение — найди себе хобби, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. И это круто, когда ты с удовольствием приходишь на работу, у тебя нет такого, что «ах, проснись с сам утра на работу». Ну, нет. От некоторых своих клиентов получаешь такой заряд энергии и удовольствия. Горящие глаза хозяев, когда они забирают красивую собаку, ты думаешь, ну, классно, в следующий раз сделаю еще лучше. Ну, наверное, в этом смысл. В совершенствовании и в том, чтобы сделать все так, чтобы все остались довольны. Субтитры создавал DimaTorzok